Художественная самодеятельность на профессиональный манер. В Иванове существует молодежный филармонический театр эстрады, артисты которого в рамках Дней российской культуры объездили несколько муниципалитетов и покорили своим талантом региональных зрителей. Коллектив образовался в 2011 году. С тех пор состав обновлялся, люди менялись, единой оставалась цель – подарить молодежи сцену, помочь стать настоящими артистами. Режиссер МФТ Владимир Кочежинский называет руководство региональной филармонии благодетелями. Молодым артистам предоставили помещение для репетиций, сцену для выступлений. Теперь ребята регулярно приходят сюда, чтобы научиться пению, танцам и актерскому мастерству. Огранить талант помогут четыре преподавателя. Можно спеть голые ноты, и никому это не интересно. Я требую от них актерского выражения, потому что песня – это мини-спектакль. И я считаю, мини-спектакль – это самое сложное в искусстве. Суметь в трех словах сказать много – это сложно. На сцене МФТ выступают не только лучшие выпускники музыкальной школы, не те, у кого есть специальное хореографическое образование. Буквально любой желающий может попробовать себя на сцене. В принципе, можно научить любого, если нет проблем со слухом. Ну и, соответственно, голос, извините, кикабидзе поет в трех нотах, но это кикабидзе, и мы его любим. И от этого он не стал, так сказать, менее… Ну он больше артист. И вот на это просто упор в коллективе делается. Обстановку в театре педагоги называют демократической. Ребятам они дают тему концерта, помогают сформировать номера и подсказывают, кому какой образ будет наиболее близок. Внутри коллектива ребята помогают новичкам побороть стеснение. Мы стараемся сделать так, чтобы люди себя чувствовали комфортно в коллективе главное. То есть, по сути, если человек чувствует себя комфортно в коллективе, я думаю, то и на сцене ему будет комфортно с людьми, с которыми он работает. Соответственно, он будет знать, что они подставят в любую минуту ему плечо, помогут выручить. То есть, тогда и все стеснение, волнение все пройдет. Сейчас в МФТ 12 молодых артистов, 6 девушек и 6 юношей. От театра, пусть и филармонического, у них немного. Декораций нет, костюмы используют не всегда. Да, чаще ребята выступают в джинсах и белых рубашках. Такой фирменный стиль. Мы поем вживую, танцы все ставим сами. Ну, естественно, с помощью хореографа делаем возможные трюки, которые делают уже профессиональные танцоры. И я думаю, этим мы можем заинтересовать остальных людей. У меня здесь, на самом деле, все любимые занятия. И танцы, и вокалы. Это, на самом деле, то, чем я всегда хотела заниматься всю свою жизнь. Также нас сейчас учат девочек стоять на пуантах. Это мечта всего моего детства. У каждого вне репетиции своя жизнь, учеба, работа. Мало кто из ребят мечтает связать свое будущее со сценой. Среди молодых артистов есть юристы, энергетики, физики и лирики. Есть мечта съездить в другие города. Хочется, чтобы нас увидели. Хочется поделиться с другими городами тем, чем мы занимаемся, что мы делаем. И поделиться своим творчеством, частичку себя вложить, чтобы нас, как-то сказать, запомнили. Чтобы как-то такая яркая вспышка, чтобы у людей была. Аудитория МФТ очень широкая. В зале можно встретить как школьников и студентов, так и пенсионеров. Всех тех, кто любит хороший вокал и зажигательные номера. У молодых артистов есть мечта – поставить хороший мюзикл. Ольга заглянула в МФТ в 2011 году и не смогла не остаться. Теперь девушка – полноправная солистка. Про таких участников коллектива, как она, педагоги говорят – талант. У молодой певицы уже был персональный концерт. Тем не менее, своим дарованием Ольга не кичится и рада участвовать в общих номерах. Девушка уверена – артистом может стать только тот, кто этим болеет и без сцены не мыслит своего существования. Все приходят со своими мыслями в наш театр. Остаются только те, кто им заболел. То есть тот, кто способен ходить на репетиции через день и каждый день, до поздних вечеров задерживаться в филармонии. Не все приходят с какими-то впечатляющими данными – ни вокальными, ни танцевальными. Но наши педагоги не отказываются от нас. И бывает так, что человек полгода ходит на репетиции, у него, может быть, никакого прогресса нет. А потом с каким-то номером он вышел на сцену и выстрелил. Впереди у артиста филармонического театра большая работа – подготовка новогодней сказки «Золотое колечко» для воспитанников детских домов региона. И большой концерт в честь юбилейной годовщины Победы. У режиссера уже есть несколько интересных задумок. Весной зрители услышат любимые военные песни и увидят, как обычный костер, у которого собрались артисты, превратится в вечный огонь.